Всем привет! С вами Игорь. Сегодня будет видео о моей альтернативе, как она работает в марте месяце, март 2021 года. У меня есть похожее видео в ноябре, я снимал, как тогда работала моя альтернатива солнечная, тепловой насос, ветряк и все остальное. И сегодня хочу рассказать, потому что сильно поменялась вся эта работа, стала намного больше работать солнечная энергетика. Хочу поблагодарить моих зрителей, хороший отзыв вижу по комментариях на мою маркерную доску, которую я сделал, рисовал, все теперь буду рисовать. Есть еще у меня в планах нарисовать схему моего теплового насоса, ну лично моего, не теоретическую схему, там где только 4 детали, потому что теоретическую, в принципе, никто не делает. Я ее показывал, эту схему, но так никто не делает. Просто для понимания более легкого, то там такая теоретическая схема существует. Но в реалии, там тепловой насос, там добавляются детали некоторые, ну хотя бы самые необходимые. У меня в тепловом насосе добавлены только необходимые детали, не накручено, не наворочено, но это уже будет отдельное видео об этом. Сегодня, как же работает моя альтернатива сейчас, на начало марта. Ну, тепловой насос, он был у меня, так сказать, лидирующий в ноябре. Он практически тогда и работал, вырабатывал мне всю тепловую энергию. Ну, у меня кто не знает, альтернатива, используется вся моя альтернатива для нагрева, активных нагрузок. Это обогрев дома, горячее водоснабжение, вот, энергия для электроплитки. Ну, самые такие сильные, мощные потребители, которые тянут больше всего с нашего кармана. Так как мне, я тоже объяснял, эта уже альтернатива нужна не для автономии, а для экономии. Экономии моих средств, сил, здоровья, чтобы не заморачиваться с этими дровами, вот, и так далее. То тепловой насос, да, у меня работал в ноябре, так сказать, отдувался за всех. Вот, практически он только и работал. Солнца тогда не было, ветряк у меня стоял, и сейчас он стоит, не работает. Вот, насчет ветряка, в этом году я его планирую доделывать, буду все это показывать в видео. Довести уже до ума, так сказать, его, чтобы он уже работал и отцепиться от него. Вот, как вот, он меня уже надоел этот ветряк, вот, что вечно что-то не то с ним. Ну, все равно, раз он уже есть, надо его доделать. Думаю, опять переделывать крылья, сделать его более скоростным, немного меньше, чтобы добавились обороты. Крылья буду делать деревянные, такие, ну, скоростные, узенькие, тоненькие, вот, чтобы выдавить с него как можно больше скорость. Ну, что хочу избавиться от редуктора полностью, полностью от редуктора, хочу избавиться, и никому это не советую. Это очень плохой вариант на ветряке мультипликатор или редуктор, особенно на маленьком ветряке. Ну, я считаю, до, где-то метров до 5, 6, 7 даже, наверное, можно без мультика работать. Ну, что, ну, мультик вообще надо добавлять, ставить, включать в систему ветряка только в случае крайней необходимости. Это уже или очень большой ветряк, в больших ветряках там это не обойдется, там метров 10 в диаметре, ну, там низкие очень обороты, и генератор будет по тонну. Там без мультика никак. А вот в наших таких бытовых маленьких ветрячках мультика, от мультика надо как можно стараться отказываться любыми путями, стараться выискивать пути, чтобы сделать все напрямую. Вот, ну, что это всю жизнь будет потеряно, эти цепи, ремни там или еще что-то, что там у вас будет, ну, это плохой вариант, плохой. Лучше все сделать напрямую, это надежно, это без потерь, это без всяких там, вот эта вот передача, это не, это не годится. Вот, короче, такие у меня планы насчет ветряка есть в этом году, довести ее до ума. Ну, ну, он у меня сейчас не работает, поэтому и рассказывать нечего. Вот, а сейчас работает у меня солнечная энергетика, да, это солнечные панели, солнечный коллектор, вот, например, панельки солнечные, 4-х киловаттный массив уже на сегодня, это на 11-е число, выработали уже больше 100 киловатт-часов, вот, пошли у меня в обогрев дома, вот, это всего-то за 10-11 дней. Да, коллектор еще больше, если брать в киловаттах, он еще больше выработал, но я не знаю, как их померить, эти киловатты, нет у меня еще анимометра, вот, но так ощутительно, вот, то больше, больше он в киловаттах выработал, и это даже при том, что он у меня сейчас используется не на все 100 процентов. Я сильно, сильно, очень сильно не добираю с него мощность, из-за слабого вентилятора, который не может его продуть. Вот, температура, как вы видели, уже повышается 70 и почти до 80 градусов, это не годится, это очень низкий КПД, вот, не годится. Я думаю, более мощный вентилятор ставить, чтобы держать температуру, ну, 40-45 максимум, максимум. Это будет максимальный КПД, максимальная продувка, то есть, все тепло у меня будет в доме, а не в коллекторе стоять. Вот, вот так вот оно работает. Панельки, ну, если даже, вот, меня спрашивали сравнить солнечные панели с коллектором на работу на нагрев, на нагрев, вот, то, ну, так однозначно нельзя сказать, что лучше, потому что у каждого, вот это, у коллектора, и у панелей есть свои преимущества, свои недостатки, свои плюсы и минусы, но я, наверное, об этом сделаю еще отдельное видео, позднее, так, в конце сезона отопительного, поэтому, так сказать нельзя, там, например, у панелей КПД очень низкий, но зато у них практически нет потерь на передачу, у коллектора есть потери на передачу, и работа сильно, но зато у коллектора КПД, там, процентов 90, я не знаю, может быть и больше, ну, намного выше, вот. Ну, короче, я же говорю, что много нюансов, плюсов и минусов, поэтому однозначно так нельзя, тут надо разбираться более детально, это на целое видео, чем же лучше греться. Вообще, в принципе, хватило бы для обогрева, если вам нужен просто дешевый обогрев дома, надежный, постоянный, хватило бы даже самого теплового насоса, хватило бы, его хватит и для обогрева дома, в любое время, любую погоду, и ночью, и днем, и есть ветер, или солнце, ему все равно, грунтовый или, как у меня, скважинный тепловой насос, он работает просто, чтобы от воды, от земли, вот, там температура стабильная, и он никак не зависит от наружных температур, вообще его работа, зависит, правда, от электросети, вот, если есть электроэнергия в сети, он работает, если нет, он работать не будет, это его большущий недостаток, вот, плюс, еще его недостаток, что он все-таки ест электроэнергию, пускай немного, у меня там есть видео, каждый месяц, сколько потребляет мой тепловой насос, электроэнергия, пускай немного, но он ее тем все-таки ест, и на перспективу, вот, планируется повышение цен на электроэнергии у нас в Украине с 1 апреля, я даже не знаю, насколько, по-моему, никто не знает, если кто-то знает, вот, пишите в комментариях, насколько собираются повысить цену на электроэнергию для населения в Украине, я не знаю, потому что там в разных источниках по-разному, некоторые говорят до 3 гривен, некоторые даже до 5, ну, непонятно, что они там хотят, вот, и в свете этого, то, конечно, тепловой насос, как бы, будет, ну, больше брать денег с кармана, потреблять электроэнергии, вот, и, как бы, хорошо при этом иметь, вот, такие источники энергии, как коллектор солнечный, солнечные панельки, которые не потребляют электроэнергии, ну, я считаю, для вентилятора, коллектора, там, потребление электроэнергии, это можно на него махнуть рукой, там, эти 100-150 Ватт, если у меня будет вентилятор, то, что это такое, если он будет выдавать киловатты, мой коллектор тепла, то можно уже на эти 100-150 Ватт махнуть рукой потребление сети, так что это не проблема, да вот так вот сейчас работает моя альтернатива, вот еще хочу сделать видео как сделать ГВС от теплового насоса, как это правильнее организовать, вот тоже отдельное будет видео сейчас, у меня правда ГВС не организовано, у меня очень далеко бойлер от теплового насоса, поэтому у меня как бы технически просто не получается сделать горячее водоснабжение, вот это надо длинная трасса, теплообменник дополнительный, ну это надо было делать уже сразу, когда складывался тепловой насоса, сейчас уже нет, но я потом еще видео объясню как это сделать, там у меня есть и на других каналах, ссылочку оставлю как это люди делали так эффективно, вот так что я же говорю, хватает для отопления и самого теплового насоса, но вот он ест электроэнергию, поэтому лучше конечно хорошо было бы иметь что-то такое вот солнечный коллектор, панельки, которые вот сейчас если взять баланс вот этот выработки энергии, вот в марте месяце, это конец февраля, даже можно сказать март месяц, ну апрель тем более, вот, то большую часть энергии сейчас у меня вырабатывает именно солнечная энергетика, именно солнечная, это панели и коллектор, то есть когда есть солнце, мой тепловой насос практически не работает, я его включаю, вот сейчас даже в марте довольно холодные дни морозные, но все равно я включаю тепловой насос аж ночью, это как раз получается где-то так после 11 часов 10-11, уже туда к ночному тарифу ближе, вот, а днем и вечером не надо, потому что коллектор и солнечные панели нормально нагревают дом, вот, даже так очень нормально, я бы сказал, и это значительная экономия электроэнергии для теплового насоса, так что сейчас, в марте месяце, это где-то конец февраля и начало марта, солнечная энергетика, конечно, рулит, вот, и тепловой насос, он как бы уже вторичен, ну не из-за того, что он там не будет работать, а из-за того, просто, что он не нужен сейчас, днем, вот, при солнце он не нужен, еще насчет солнечной энергетики, можно вот этот вот диапазон использования ее, намного увеличить, то есть увеличить количество дней использования солнечных панелей, если вы просто добавляете солнечных панелей или увеличиваете площадь солнечного коллектора, вот, это еще больше, вот, например, я поставлю еще 4 киловатта солнечных панелей, и я думаю, пользоваться уже ими буду не до ноября, и вот эти вот 3 месяца зимних у меня как бы пролетают сейчас, вот, с ноября месяца там практически ничего нет, и начинается аж с марта месяца, так значительно, а вот это я еще расширю этот диапазон, может быть, даже нормально будет хватать мне и даже до декабря, и с февраля, то есть не 3-4 месяца, как сейчас у меня не хватает, а будет хватать, не хватать только месяца 2, там самые вот эти черные месяца, там, может, конец ноября, декабрь, может быть, начало января, то есть дело только в количестве панелей, вот, даже, я думаю, если поставить 30 киловатт электростанцию солнечную, то мне кажется, что она в любое время, в любое время года будет вырабатывать нормальное количество энергии, то есть дело только в количестве, или в размере коллектора, вот, коллектор еще хотел сказать, в пасмурные дни не работает вообще, работает только в солнечные дни, и, ну как солнечные, ему не надо такое яркое солнце, вот, чтобы достаточно там, ну, если может быть дымка какая-то есть, такое, ну, он все равно будет работать, главное, чтобы хотя бы было видно солнце, видно там, где-то типа за такими легкими тучками, за дымкой, там, перистыми облачками, чтобы его где-то было видно, и он будет работать, вот, панели же, если вот, ну, если вообще не видно солнце, коллектор не включается, он не может включиться, нагреться, там, вот это металлический лист под поликарбонатом, панели же работают даже в пасмурную погоду, вот, я замечал, вот, даже, когда не видно солнца, они свои четырехкиловаттный массив все-таки пятьсот-шестьсот ватт, но все-таки выдают, конечно, бывают такие дни вообще черные, мрачные, то там, да, ватт триста, так, двести даже может быть выдавать, но в основном-то так все-таки пятьсот-шестьсот ватт выдают, это в то время, когда коллектор не работает, вот, ну, вот как-то так, если что-то, может, не сказал, спрашивайте, какие-то вопросы есть по моему опыту использования, буду отвечать в комментариях, вроде бы все сказал, что хотел, ладненько, все, до следующих видео, всем пока!